Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители, в эфире онлайн диалог. Сегодняшняя наша передача посвящена очередному розыгрышу от Ресалат Холдинга, который состоится 21 января в Доме Дружбы. И я хочу представить вам наших сегодняшних гостей. Это представители Ресалат Холдинга Арасул Магомедов, режиссеры и ведущие Султан Трамов, Доброго шоу номер 2, исполнитель Нашидов Хадис Сабиев и Махмад Хаджи Шахбанов, группа Черкей. Мы выходим в прямом эфире, так что можете отправлять свои вопросы на WhatsApp мессенджер, который вы видите, номер которого вы видите на экранах. Мы, иншаллах, постараемся на все ваши вопросы ответить. И наши уважаемые гости тут же по мере своих возможностей и времени, которое нам предоставило телевидение, будем отвечать на ваши вопросы сегодня. А первый вопрос, который, наверное, волнует всех, это почему так долго переносили? Ну, долго не сказал бы, а несколько раз перенесли Доброе шоу. С чем это было связано? Это связано с тем, что изначально мы планировали провести это мероприятие в спорткомплексе имени Аля Алиева. Но так как это место далеко, от города отдалено, и там достаточно зрителей тоже не набиралось у нас, мы решили перенести на Дом Дружбы. И там уже, соответственно, условия лучше в центре города. И парковка хорошая, большая. Хотя и там Аля Алиева тоже. И немного как бы свое расписание уже, поэтому пришлось проголосовывать. И число уже, ну, постарались как бы ближе к этому, к предыдущему числу сделать. 21 января вышло вот так. Ну, символично, да? Доброе шоу, Дом Дружбы. Да. Хочу вас как режиссера спросить, что нового нас ждет? Я, поскольку знаю, Ресалат Холдинг всегда старается что-то новое внести, перенять какой-то опыт других, скажем, таких же компаний, которые проводят шоу. И мы всегда ждем что-то новое, что-то интересное. Особенность именно Доброго шоу-2 заключается в том, что планка будет очень высокой. При этом мы не привлекали никого из-за пределов Республики Дагестан. То есть над этим конкретно проектом работали самые яркие специалисты в данной области. И то, что увидят люди и смогут оценить, это все сделано, ну, если можно так сказать, руками дагестанцев. Что не может не радовать, конечно. Машалат, что будет, какие представления будут для ханапеев, будут ли какие-то танцевальные, вот мальчики танцевали на первом шоу. Будет театрализованная постановка «Имам Шамиль». Машалат. Очень интересный эпизод мы выбрали из всего спектакля. Также будут исполнения нашидов, причем к подбору нашидов мы тоже подошли очень так серьезно и выбрали все самое интересное. Мы рассчитываем на то, что придут и светские люди на это мероприятие. И постарались сделать так, чтобы не просто они пришли, посидели и сказали, ну, завтра пойду на очередной концерт из 30, каждый месяц, который проходит. Там все-таки веселей, чтобы они не скучали, чтобы они много полезного для себя узнали и как бы поняли, что на самом деле есть еще другая сторона, где тоже можно много, море позитива принять при этом с пользой. Вот на это направлено именно это доброе шоу, чтобы человек понял, что можно на самом деле получить много позитива именно в таком направлении. Понимаешь, это очень хорошо, когда человек приходит, помимо того, что видит развлекательную программу, получает что-то еще для себя полезное. Что касается нашидов, наверное, к вам, Хадис Абей, вопрос такой. Какие будут нашиды, будут ли они в сопровождении музыки, поскольку первое шоу наделало много шума, что тут греха таить, да? Ну, в первом шоу тоже мы, как многие помнят, именно касательно нашидов, там нашидов не было таких сопровождений с музыкальными инструментами, насколько я помню. И просто многие начинают ссылаться и говорить о том, что вот кого-то, допустим, за пределы из Дагестана пригласили, и он исполнял нашиды в сопровождении музыкальных инструментов. И эти вещи я как могу это обсуждать? Но, насколько я знаю, насколько я информирован, именно исполнители, дагестанские исполнители нашидов, как вышла фетва муфтия нашего шейха Ахмад Хажи, уважаемого, любимого. И лично я с того времени ни один нашид на пределах Республики Дагестан сопровождение музыкальных инструментов не исполнял. Насколько я знаю, другие исполнители тоже не исполняли. И на Добром шоу-2 тоже не будут исполнять. Эта тема уже, если честно, давно исчерпанная тема. Как вышла фетва муфтия, мы нашиды в сопровождении музыкальных инструментов не исполняем. Насколько я знаю, насколько я слышал. То есть вы хотите сказать, что Махридзейн пользовался какой-то другой фетвой, может быть, у них разрешено по каким-то... Ну, эти вопросы я вообще некомпетентен, естественно. Вообще-то это вопросы не нашего уровня. Мы говорим о нас... Ну, что касается вас, я помню эту телевизионную передачу, в которой вы, по-моему, это слово к истине было. Вы сказали, если будет такая фетва, я даю слово, что я не буду. И с тех пор я не слышал в вашем исполнении, что была музыка. Момент такой, если вы помните, даже я там же на мероприятии, именно на собрании ученых, когда на эту тему говорили. Я благодарил их и неоднократно, потому что сколько времени эта тема обсуждалась. И нам поставили рамки, красивые, нужные рамки, чтобы эту тему никто не обсуждал. Хотя ее обсуждать, я думаю, будут всегда. Ну, я думаю, никогда не закончатся эти обсуждения. Давайте перейдем. Тут есть один момент тоже, Ахмад. Вот когда там разговаривали, именно фетва, там вот два нюанса было, которые многие забывают. Там, где есть таспех, восхваление Аллаха, и поется о посланнике Аллаха, вот там не использовать инструменты музыкальные. Вот там четко было в рамках этого. Но мы, даже если наши произведения про маму, про сестру, про детей, там тоже эту фетву используем. Потому что я считаю, что те, кто следует нашим ученым, тем более, кто религию знает, кто религию изучает, не следует муфтию той республики, где мы живем, духовному лидеру. Даже наш намаз под опасность попадает. Пусть изучают. Пусть изучают. Такой исчерпывающий ответ. Я думаю, все, кто задавался этим вопросом, получили ответ. Сегодня от Хадиса Сабиева, я думаю, на эту тему уже продолжать говорить. Я не вижу смысла. Давайте пойдем дальше. На каких языках, уважаемые хаджи, будут исполняться нашиды? Ну, нашиды, сам группа Черкей вообще, наоборот, ищут разные языки. И сейчас пытаемся на разных языках как бы исполнять нашиды. Ну, в основном, аварский, арабский нашиды. Есть пару вещей на русском языке, есть на даргинском. Ну, сейчас группа вообще хочет на разных языках какие нашиды сделать. А так, в основном, арабский нашиды. Вы знаете, я почему спросил? Многие говорят, вот почему на таком-то языке нет нашидов, почему нет. Я говорю, может, исполнителей нет такого уровня. Вы когда подбирали группы, которые будут... Вообще, хотелось бы знать, какие именно еще группы будут, помимо Хадиса Сабиева, группы Черкей исполнять нашиды. Вы по какому-то уровню их отбирали, султан? Или были какие-то критерии, да, чтобы так-то, так-то? Ну, вообще, мы старались брать максимально популярных. Те, у которых есть опыт, те, которые знают, и те, которые могут, как сказать, нетопорно, ну, буду говорить прямо, нетопорно подать тот нашид, который они исполняют. Чтобы все было очень гармонично. Быть может, исполнителей очень много, но у них нет опыта работы на сцене. И это может выглядеть несколько, так, выбивающееся из самого, из рамок шоу. Поэтому мы постарались, вот именно гармоничность соблюдая, подобрать несколько исполнителей. А кто именно будет исполнять, кроме... Нашиду Ислам еще будет. Нашиду Ислам еще будет, да. И Завур Салиха. Завур Салиха. Ну, в принципе, если так взять, это большей частью известны группы, или, сказать так, коллективы, исполнители нашидов в нашей республике. Ну, хотелось бы знать еще вот такой вопрос задать, Рассо. Всегда что-то какая-то бывает неожиданность, какие-то розыгрыши непосредственно на самом шоу. Ну, пусть будут небольшие даже призы, тем более Дом Дружба располагает к этому, там более теплая атмосфера, чем, я бы сказал, на стадионе, более компактно все сидят, близко друг друга видно. Будут ли какие-то розыгрыши для тех, кто пришел на само шоу, там, скажем, диски какие-то, книги, может быть, или еще что-то? Ну, я думаю, это нам не позволит время. Посмотрим еще, вот, нашим с режиссером, идущим, согласуем. Ну, а так, те, кто участвует, в середине будет 12 путевок хадж, жеребьевка. Это, можно сказать, кульминация этого мероприятия. То есть 12 путевок хадж будет? Да, определиться обладателем 12 путевок хадж. 12 человек, сначала, как они уже решат, или в этом году, или в следующем, они поедут в хадж. Также дети будут вытаскивать билеты, да, из большего барабона? Да, скорее всего. А дети будут из числа пришедших, или у кого-то специального приглашать? Мы можем взять, если вдруг возникнет какое-либо недоверие у зала, мы можем взять абсолютно любого ребенка, главное, чтобы он закатал рукав, чтобы вообще не было никаких подозрений, будет снимать камера, прям подойдет, близко все. То есть там, как всегда и делали. То есть мы всегда старались, чтобы все было максимально прозрачно, чтобы даже те люди, у которых бывает подозрение, чтобы они могли посмотреть видео, или же прямой эфир, или поприсутствовать и убедиться в том, что все естественно, по-настоящему. А были какие-то вопросы по Доброму шоу, один, первому Доброму шоу, к этим моментам? Я, к сожалению, в этот период еще не был никаким образом связан с Ресалат Холдингом. Ну вот, а когда был Майер Зейн? Да. По Майер Зейну, конечно, огромное количество было вопросов. Можно посещать, нельзя посещать. Честный конкурс был, нечестный конкурс был. Я так понимаю, что невозможно всем угодить, всех убедить. Всегда есть люди, которые говорят, это хорошо или плохо. Согласен. Это честно или нечестно. Пытаться кого-то убедить, мне кажется, в этом случае выглядит еще более подозрительным. Ну, совсем много дней осталось до жеребьевки. Как человек может попасть, хотелось бы спросить. Можно ли заказать по интернету? Через сайт можно или по почте? Как это происходит сейчас на данном этапе? Билеты на это мероприятие у нас вручаются бесплатно. Это именно участникам акции. То есть необходимо приобрести продукцию от Ресалат Холдинг. Любую продукцию? Ну, именно флешки. Есть у нас парфюмерная продукция, есть диски. Там определенный набор идет, да? Или это зависит от суммы? От суммы зависит количество купонов, которые мы вручаем, и билеты. Билеты мы вручаем непосредственно тем, кто планирует прийти на это мероприятие, потому что там зал, там места ограничены, и именно жители Махачкалы в основном получили у нас билеты. Поэтому можно позвонить по номеру 8 800 333 4468, оформить заказ. Доставка у нас осуществляется бесплатно, и можно доставить в любую точку Дагестана. Дагестана, да. А, к примеру, если я приду в Ресалат Холдинг сегодня, да, вот после эфира, и куплю, скажем, какую-то, ну, скажем, картину, ну, не то, что вы сказали, да, ни диск, ни флешку, куплю картину, какие-то несколько книг, и сумма моя будет соответствовать той сумме, которая участвует в розыгрыше, то есть дисками, с книгами. Я могу попросить билет? Нет, в этом случае билеты не получаете. Только вот эту именно продукцию надо взять, да? То, что вы говорите, это вот в магазине можно приобрести, а у нас то, что по акции идет, это отдельно. Придется в нашем офисе на четвертом этаже, улица Дахадаева 136, можно прийти, выбрать, у нас тоже есть ассортимент. Так что, уважаемые телезрители, кто желает поучаствовать, возможно, выиграть одну из путевок в Хадж, Дахадаева 136, четвертый этаж, подниметесь, выходите с лифта, и там сразу увидите, насколько я помню, раньше там висел большой баннер, я думаю, мимо не пройдете, и поучаствуете в розыгрыше, возьмете купоны, возьмете себе диски, что тоже весьма полезно, если даже вы не выиграете никакого приза. Помимо путевок в Хадж, что-нибудь будет еще? Какие-нибудь маленькие призы? Не планируете пока? Пока не планируем, если кто-то захочет, уважаемый меценат, у вас еще есть возможность, пожалуйста, присоединяйтесь, а может какой-то коммерсант просто от себя что-то прийти, сказать, я вот хочу, к примеру, купить телефон, там, тысяч за пять, за семь, в магазине сказать, разыграйте его на этом, и возьмете вы это, получится это? Я даже не знаю, я не думал, один телефон точно не возьмем. Если он принесет, я имею в виду, если он принесет, 20 таких телефонов, мы еще можем рассмотреть этот вопрос даже, но один телефон, это как будто бы кого-то подразнили. Да, действительно, остальным обидно будет. Хадис, вы обычно на таких мероприятиях радуете нас какими-то новинками, что-то новое, какие-то исполнения будут от вас? Ну, по крайней мере, вот мы с Ултаном даже сегодня о теме разговаривали, я хочу вообще один нашит исполнить со всем залом вместе. Конечно. Один нашит, новый будет абсолютно, и один, который все знают. Это чисто выбор режиссера, но я хочу номера красиво выдать. Выйти одно и то же все время делать же неинтересно. Конечно. Просто вообще, когда мы такие мероприятия делаем, все равно факт есть факт, туда в основном часто приходят у нас религиозные люди, которые практикуют религию, а им же тоже должно быть интересно. Вообще, эти мероприятия, которые организует Рислават Холдинг и подобные мероприятия, они основном же делаются, чтобы те люди, которые вообще себе не позволяют на какое-то мероприятие, например, по религиозным рассуждениям идти, хотя бы сюда, чтобы они смело могли приходить. Из-за этого, конечно, любой исполнитель должен стараться каждый номер выдать как-то интересным. Смысл-то какой? Человек же может взять и послушать просто. А увидеть, чтобы он увидел что-то новое, красивое. Ну да, я здесь с вами соглашусь. Каждый раз, когда приходишь на такое мероприятие, хочется услышать что-то новое, быть первым в этом положение. Вообще, я извиняюсь, что перебиваю, находиться с Абиева ложится в такой особый груз ответственности, потому что, я думаю, иншаллах, через месяца два он выходит на международный уровень, так как его альбомы будут в свободном доступе в магазинах всего мира, в интернете, в самых популярных. И мы даже, как только подготовим альбомы и будем их регистрировать, постараемся договориться, чтобы на обложке таких популярных магазинов, как iTunes или там у Андроида, я не знаю, как называется, чтобы даже на обложке их магазинов хотя бы на несколько часов попали его альбомы. Такие переговоры мы тоже сейчас будем вести. И поэтому вот это выступление для него, он наверняка ощущает вот этот груз ответственности, потому что сразу после этого выступления уже буквально через несколько, через пару недель все это может оказаться уже в iTunes и люди всех стран смогут послушать и оценить Нашиды. А как вы к этому пришли? Мы поговорим после короткой рекламы уважаемых хадисов. У нас сейчас прервемся на короткую рекламу. Уважаемые телезрители, не переключайтесь. После чего мы спрошим у нашего уважаемого исполнителя Нашидов, как он дошел до того, как он решил выйти на мировой уровень, что этому побудило его и так далее. Не переключайтесь, реклама пройдет очень быстро. Так, как мы и говорили, реклама прошла очень быстро и мы хотим узнать у вас, Хадис Абеев, как пришла такая идея выйти на мировой уровень, чтобы и в антюнсе, и в телефонах, и везде были ваши нашли. Что вас к этому помогило? Честно сказать, я давно над этим думал, работал, я и оборудование закупил, хочу сделать серьезный коллектив, который вообще будет за пределами республики работать и так далее. Но я честно признаюсь, я с интернетом не особо дружу. Мне многие говорят, там, почту закинь, потому что я знаю, что это очень много времени занимает и человеку, который творчеством занимается, особо это не нужно. Просто вот мы именно, когда уже Султан сотрудничать начал с Ресалат Холдингом, фактически можно сказать, это была его идея закинуть вещи в iTunes. Мы как-то с ним поговорили на этом. Если у вас будет коллектив, я хочу выйти на уровень и так далее. может быть они тоже на эти моменты, наверное, хоть я об этом не знал, смотрели там на кого можно ставки сделать и так далее. Это, наверное, тоже своего рода волки. Это у Султана идея или Ресалат Холдинга идея? Я еще об этом ничего не знаю. Да, из-за этого... Хадиса идея. Хадиса идея, да? Сестерки на тебе. Все, все равно Хадиса. Тебе придется за все. Такое намерение было, потому что как вам объяснить? Бывает вот предел, ты думаешь, например, ты уже куда-то дошел, надо чуть дальше идти. Иногда работать неинтересно становится. Не хочется, чтобы жизнь превратилась... Бывает, человек на работу вышел, вечером домой пришел, семья там... Жизнь скучная, чтобы не становилось. Я иногда с женой шучу, я ей говорю, ты меня только по скайпу будешь видеть, уважай меня, пока есть возможность. Я планирую, если честно, так работать. И я это вообще ставлю как главную цель для себя. Да, это, конечно, такие цели ставить надо, и от этого зависит и рост. Конечно. Здесь такой вопрос, Султан, к вам. Вы часто ведете светские мероприятия, как получилось так, что вы начали сотрудничать с Ресалат Холдингом? С чем это связано? Ну, насколько я понимаю, когда я общался с руководством Ресалат Холдинга, я понял, что своими мероприятиями они также хотят привлечь и светское общество, обратить внимание светских людей на те крупные шоу и вообще мероприятия, которые они проводят. И им нужен был, так сказать, мост, который бы объединял бы два, казалось бы, две такие разные стороны. Ну, и я согласился стать связующим звеном. И вроде у нас все так неплохо получается, потому что то количество обсуждений, я же состою в различных группах в WhatsApp, и там где-то артисты, где-то просто там мои соседи, где-то мои друзья. И везде какая бы акция, что бы ни планировалось или салат холдингом, она обсуждается независимо от того, начал ли я первым это обсуждать или кто-то еще. То есть они между собой даже я иногда не вмешиваюсь, просто слежу, думаю, ничего себе. Такое ощущение, что они больше нас знают об этих акциях. У них очень много предположений бывает. Еще, знаешь, я извиняюсь, Ахмад, по этому поводу, вот я сейчас вспомнил это, я вообще султана хотел за это благодарить. Вот когда вышел фильм Мухаммад, саллиллаху алейху саллиллаху алейху саллиллаху на закрытом показе мы же заметили, что очень много эстрадных исполнителей было там, смотрели этот фильм. Да, были. В этом большая заслуга султана, и это очень большая работа. Мы, допустим, работая в каком-то направлении, долгое время можем стучаться в закрытую дверь, а люди бывают, которые легко эти двери открывают. Вот в этом случае вот это применимо. Эти люди пришли на этот фильм, я уверен, что много что в их жизни после этого изменилось. Сердца изменились, а столько артистов, когда я там видел, я уже сразу понял, это султана заслуга. Его работа, да? Спасибо. А что вы чувствуете, султан, когда вот такие мероприятия, наверняка разные чувства, к примеру, юбилей какого-то вашего близкого друга, артиста вы ведете, и ведете, скажем, вот подобное рисоват холдингу такое мероприятие? это кардинально разные вещи. Юбилей там артиста, если мы такой пример приводим, это просто для меня уже работа, как говорил Хадис, пошел на работу, вернулся, я в какой-то момент... Сейчас многие артисты обидятся. Я просто перестал получать удовольствие от того, что происходит. Есть тому объяснение, я сейчас не буду это говорить так, в прямом эфире, во всеуслышании, а здесь и слушатель, и зритель благодарный, и когда ты понимаешь, что ты какой-то такой вообще неоценимый вклад вносишь и такую пользу приносишь, конечно, к этому вообще по-другому относишься, очень много ответственности, и уже не систематизировано, не механически ты что-то делаешь, а прежде чем что-то сделать, всегда обдумаешь, подумаешь, как это сделать так, чтобы, ну, как я уже сказал, и светские люди, и такие люди все вместе, они... как их сплотить? Султан, ты можешь это? Я однажды, работая на исламской свадьбе, когда я слово представил Шамилю Гимбатовичу, мы его все знаем, академика, профессора, он сказал вот такое, вот те свадьбы, которые мы как бы светские называем, это он говорит праздник для тела, а эта свадьба, говорит, праздник для души, может быть, ты это хотел сказать, там праздник для тела, а тут праздник для души. Все верно, да, точно. Не получится ли так, Шалтан, что мы в скором будущем увидим вас только на таких швах? Вполне вероятно. Кстати, Хадис Сабиев и Рисанат Холдинг над этим очень... Всегда работаем, постоянно. Но негласно, мы так, да, 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 очень так. Рисанат Холдинга, что касается, просит еще раз повторить координаты, где можно приобрести наши телезрители. Это улица Дахадаева, 136, четвертый этаж, уважаемые телезрители, на четвертом этаже располагается все, что связано с акцией Рисанат Холдинга, там вы сможете приобрести и продукцию, там же вы сможете, вам дадут и билеты на Доброе шоу номер 2. А я бы хотел спросить, сейчас, он чуть-чуть, как говорят, говорит молодежь тишину, поймал, молчит, сидит, слушает больше. Мохаммад, скажите, здесь и телезрители этим интересуются, группа Черкея, ну, не сказать, что громкое название, да, группы, но обязывающая ко многому. Вы чувствуете на себе ответственность, когда выходите на сцену, что ваше название группы связано с Черкеем, селом, где долгое время жил, работал, проповедовал там даже вот единогласно, можно сказать, всей группой мысль в голове у всех возникла, мы же как бы группа Черкеи, на улицу же выйдет эта группа Черкеи это сделала, и как бы вот эта вина, как бы, она вот будет связана с Черкеем, да, с селом, где действительно свяжел наш шейх, и вот, что я этим хочу сказать, что вот вся группа, да, вот волнуется по-любому за это даже название, такое чувствуется по-любому. То есть, это ответственность, которая не позволяет вам сделать то, что может быть, другие какие-то группы могли бы себе позволить, да? Вот даже вот, ну, имею в виду, это даже название, она как-то более держит, обязывает, да, обязывает чуть-чуть держать. уровень. Рассо, когда вы, к примеру, вместе с султаном идете к каким-то советским коллективам, приглашаете их на такие мероприятия, вы всегда встречаете понимание? Либо бывает так, чтобы сказали, как, зачем, куда, туда, нет, это же ваши, сами делайте, там, так далее. Нету такого вот отношения? Ну, в основном, встречаем понимание людей, что вот такого, как вы говорите, практически не бывает. Хорошо. А вы не хотите никого поблагодарить, может быть? Есть кто-то, кого мы не знаем, кто все это время стоит рядом с вами и помогает вам из людей, которые светских, я имею в виду, которые остаются все время за кадром? Какие-то коллективы может быть? Соответственно, своего рода пиар нам делать и помогает вот радио АСА, например, это радио народов Кавказа, вот, Прибой, Прибойтовый, вот, наша трансляция, кстати, планируется не только на ННТ-канале, но и на Прибойтовый, там тоже очень большая аудитория, у них как бы своя аудитория, но наши, так сказать, тоже интересуются, ну, нашим репертуаром, то, что мы проводим вот эти мероприятия, тоже интересуются, и на радио Прибой у нас бывают передачи, поэтому с ним тоже А с федеральным каналом РГВК, ГТРК, ника, не прибывает? РГВК, бывают передачи очень редко, как минимум пол, две передачи точно вышли, я знаю, с нашим генеральным руководителем, генеральным директором, есть, периодически выходят, да. Ну, вернемся к нашему доброму шоу, спрашивают, будет ли выступать силач? На добром шоу будет ли гнуть снова рельсы, арматуры и так далее? По сценарию его нету, ну, вот сейчас, может быть, после этого вопроса он может оказаться в сценарии. Вы знаете, я скажу свое мнение как зритель, потому что я был на шоу, по-моему, одно или два я только пропустил, и то, потому что был в командировке в отъезде, на мои билеты ребята сходили. Мне всегда, вот, что нравилось, вот это разнообразие. Да, там было много разговоров, то, что вот это на барабанах, там дети там стучали, там шум подняли, зачем это нужно. Потом был силач Ханапеев, который гнул, там, показывал свои номера. Потом были люди, которые исполняли нашит. Мне наоборот понравилась разнообразная программа, потому что ни одна бог там вышел, как у нас одно время бывало, мы вышли, вот как Хадис говорил, выходят люди на определенный уровень. Когда выходят, один читает пропиет, потом идет на шит, потом один выходит, опять читает какую-то проповедь или что-то рассказывает, Хадис. Опять. А здесь было такое разнообразие, разброс, и за ним не сказать, что за ним стояла какая-то система, какая-то периодичность. Я хочу спросить, вот, как вы к этому пришли, да и вообще, что будет на этом добром шоу? Может быть, будет что-то, что мы не видели еще? Ну, обязательно будет. Вот песочное шоу, например. Это те люди, которые туда придут или будут смотреть прямой эфир, они поймут, о чем я говорю. Тоже театрализованная постановка. Я не думаю, что каждый день наши люди ходят в театры и смотрят полезные для себя какие-то постановки. Они смотрят большей частью «Терминатор», «Аватар», «Властиковые колец», всякие фильмы голливудские, которые, ну, вообще ни уму, ни сердцу. А тут, ну, еще много, много таких интересных фишек. Все время будет динамика, самое главное. Это именно динамика мероприятия, которая все время что-то разное, человек не успевает заскучать. Это особенность мероприятий, которые, которыми, фишкой которых и станет вот для «Рисалат Холдинга». «Рисалат», оно и не дает возможности. Время проходит быстро, ты не успеваешь скучать, да? Ахмад, любая же вещь все равно актуальность теряет. В то время на эти мероприятия, которые мы говорили, там, ученые выступают, наши дочитают, в стадионах люди собирались. и сам, там, самая главная цель была, чтобы люди услышали эту проповедь. А тут, понимаешь, вот, в любом случае, вот, я всегда говорю, вот, для меня, как бы, лозунгом, в моей жизни тот хадис, в котором посланник Аллаху, салли Аллаху, алейху саллим, сказал, «Если ты станешь причиной принятия ислама хоть одного человека, это для тебя лучше, чем весь этот мир и все, что в нем находится». и из-за этого хочется выезжать из нашей республики, работать с людьми, хотя мы, я такую работу повсеместно всегда делаю, и я вижу результат, из-за этого мне не хочется просто дома сидеть. Эти мероприятия, любое мероприятие, касательно, даже там что-то даже исламское есть, там такая цель присутствует в любом случае. А чтобы людей привлекать, конечно, надо разнообразие. Разнообразие, динамика, о которой говорил Султан, и, конечно же, призови отрицал от холдинга, который мы так любим. Режиссер уже нам показывает, что время нашей передачи подошло к концу, нам уже пора уходить из эфира. Я желаю вам всяческих успехов, дай вам, чтобы второе доброе шоу стало своего рода таким огнем в начале календарного этого года, которое даст хороший посыл на весь год нам. Надеюсь, и Ресалат Холдинг будет, и дальше нас радовать. Ну и все исполнители Нашидова, и Султан, как ведущий, как режиссер, поставит еще не одно такое шоу в течение этого года. Вам всяческих успехов. Надеюсь, мы и телезрители увидимся с вами уже непосредственно в Доме дружбы. Чего я желаю всем телезрителям, кто не успел, повторяет, дохода его 136, четвертый этаж, все, что связано с акцией, купонами, билеты и так далее вы сможете приобрести там. На сегодня наша передача закончена. Оставайтесь с каналом ННТ. Всего вам самого хорошего.